Дорогие друзья, я рада представить вам продюсера конкурса для бизнес-леди, королева столицы 2017, Анна Гольдес. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие зрители ТВ Шанс. Как же такой хрупкой девушке удается организовывать такие масштабные конкурсы красоты, ведь это уже не первый конкурс. Это и не первый, и я вам больше скажу, далеко не последний, потому что планов впереди много. Ну а как удается организовывать, наверное, опыт, уже не так сильно трясутся коленки, уже не так страшно, потому что наша команда растет. Когда-то я это делала вообще одна, там вдвоем, втроем, с друзьями, сейчас наша команда выросла уже до 20 человек. Это серьезная история уже, и телевидение уже, у нас и большая съемочная группа, и большой штат администраторов. В общем, я теперь не одна, мне теперь не страшно, поэтому все здорово получается. Анна, совсем недавно Россия отмечала праздник День семьи, любви и верности. В вашем конкурсе участвуют девушки семейные? Да, участвуют. У некоторых девушек есть дети, у некоторых даже по двое детей. Это замечательно, мы очень поддерживаем то, что семья – это здорово, это то, к чему надо стремиться, это самое-самое главное в жизни. А как вы сами относитесь к этому празднику, и отмечали ли вы его? Ведь он относительно молодой. Я отмечала, как организатор вообще праздников, приходится отмечать любой праздник, так или иначе. Я люблю очень свою семью, у меня большая семья, пока еще у меня нет детей, но у меня есть родители, у меня есть бабушки, дедушки, все живы-здоровы, все самые лучшие, самые любимые. И, конечно же, День семьи – это наш праздник, это семейный праздник. И самое главное то, что мы, дети, можем сделать для родителей, если мы находимся далеко, элементарно, это телефонный звонок, это добрые слова, это пожелание здоровья, счастья и радости. Ну, сейчас конкурс закончится, королева столицы, я полечу домой, я превращусь уже не в бизнес-леди, не в организатора, а в маленькую девочку, к маме на ручки, и все как положено. И вот тогда у меня будет настоящий праздник семьи. Анна, расскажите нам, по каким критериям вы осуществляли отбор девушек для конкурса? Наверное, будет банально сказать, что сначала кастинг проходит по объявлению, потом мы осматриваем фотографии, физические параметры, рост, вес, и мы отбираем, конечно же, самых красивых, приближенных к модельным параметрам, ну, а потом мы их опрашивали, кто чем занимается, у кого какой бизнес. Задача была сегодня очень непростая в наборе участниц, задача была набрать девушек, которые представляют разные сферы бизнеса. То есть у кого-то салон красоты, у кого-то юридическая фирма, у кого-то маленькая кондитерская, у кого-то студия детского творчества, кто-то там косметология своя. В общем, каждая девушка представляет разную категорию бизнеса. У нас сегодня 16 участниц, 16 настоящих бизнес-леди с настоящим бизнесом. Это действительно очень интересно. А сегодня мы узнаем, кто же самая красивая среди самых умных и самых успешных девушек Москвы. Анна, мы желаем, чтобы сегодняшний конкурс прошел отлично и желаем вам новых побед. Будем ждать новых конкурсов, новых праздников. Спасибо большое. Удачи вам, вашим зрителям. Здоровья, любви. Спасибо.